что я начинаю новый вложек как вы уже я думаю догадались все упало крючки и полки все свалилось этот скотч остался как бы здесь и как то так то есть он крепится к стенке хорошо а вот крючок он отвалился но благодаря вам я заказала новые крючки они должны на днях приехать и я надеюсь что они точно намертво вот сюда я их прикреплю и вот это все безобразие будут висеть здесь и сейчас я смотрю гороскоп я рак же вот 15 июля у меня день рождения я вот смотрю гороскоп на октябрь а вы чем занимаетесь а то я сейчас еще после этого видео откроющих какие-нибудь расклады таро и буду слушать вообще про себя кто меня любит кто не любит вспомнила про свою карту желаний помните я делала ой такой год был что вы знаете я так посмотрела на свою карту желаний что у меня немножечко вот здесь да вот я сделал наконец за кран паспорта но это такая мелочь да ну все же все сделала также например у меня что ну вот инвестиции до хотел еще паркинг место купить но вместо паркинг место я купила землю вот потратила вот так же конечно я стараюсь не забывать о себе любимой аккуратненько бонечка да то есть не сомневайтесь себе никогда я в себя верю мечты сбываются вот и это центральная так а фотография в карте желаний то есть самое главное это быть счастливой да вот ты вот счастлива и все остальное все остальное оно постепенно будет сбываться так или иначе год конечно был тяжелый ну год реально такой был сложный для всех я думаю и в плане соц сетей да то есть вы знаете да что отрубили монетизацию да вот у меня тут стояла цель вот 300 тысяч набрать подписчиков да например как-то развитие соц сетей но это из новые законы выходят да я думаю многие заметили когда теперь выходит реклама обязательно титрами подписываю что это реклама да ну прям знаете щимит со всех сторон и блогеров и рекламодателей и в плане творчества конечно стало очень много ограничений деньги youtube практически вообще отрубил ну там копейки я получаю да хотя раньше это был стабильный доход то есть это знаете как была моя месячная зарплата я ее потеряла да то есть я не получаю и поэтому конечно и доход в плане монетизации я потеряла но ничего страшного все будет хорошо я надеюсь что следующий год будет намного удачнее успешнее и не просто про себя а в целом про мир про то что сейчас вообще творится я думаю что мы дождемся вот того дня когда мы все выдохнем и начнем жить они с тревожностью просыпаться и все будет хорошо вот ну надо дожить эти два с месяца и будет следующая карта желаний надеюсь все получится и вам тоже желаю всего самого-самого хорошего что девочки сейчас я думаю непростое время для многих из нас и ко мне снова вернулась моя проблема с которой я периодически сталкиваюсь это бессонница это конечно влияет все что происходит в мире это стресс нервное напряжение и ко мне на помощь приходит мой препарат которым я периодически пользуюсь и всегда находятся мои аптечки это лотосоник который всегда меня выручает и только благодаря ему я более менее хорошо себя чувствую высыпаюсь применение лотосоника рекомендовано в качестве общеукрепляющего также мягко успокаивающего средства например людям с постоянной высокой психоэмоциональной нагрузкой при бессоннице при переутомляемости и так называемом синдроме менеджера одно из самых главных преимуществ лотосоника это его растительный состав на основе экстрактов семи экзотических растений также он не вызывает привыкания его можно принимать симптоматически или курсом лотосоник как и любое лекарственное средство имеет противопоказания а его можно применять с 18 лет нельзя беременным кормящим и конечно же во время вождения так скажем да то есть если вы за рулем то его тоже применять нельзя препарат можно купить на сайте аптека ру и ссылочку конечно же оставляю в описании для вашего удобства также проводится акция там при покупке препарата вы получаете крем подарок вот что я желаю всем здоровья крепких снов и поменьше нервничать я иду выкидывать мусор и у меня сегодня очень много дел беру вас с собой поболтаем поездим и проведем этот день вместе это пятница кстати разворачивая выкинула иду за краска для волос беру сюда вот эту краску так девчонки ну что я пила краску села машину немножечко и прогреваю и многие мне из вас пишут марина вот у тебя желтые корни покрась и вообще ты могла бы ходить салона красоты и красиво выглядит пусть тебя марина красит профессионала девочки вы знаете я абсолютно с вами согласна что салоне конечно покрасит лучше это кстати не факт а пару раз точно отдавала крупную сумму и оставалась абсолютно недовольны результатом по поводу салонов я думаю что тот кто ходит постоянно краситься тот знает сколько стоит эта услуга да в среднем у нас от 6 до 8 тысяч сходить на окрашивание вы понимаете да это это достаточно большая сумма и я приеду домой сегодня вечером мы с вами посчитаем мои расходы за месяц я уверена что от этой суммы у вас зашевеляться волосы на одном месте если они у вас конечно есть там у меня бы они точно бы зашевелились на слава богу них там нет и у меня с 8 я еду за загранпаспортами кстати очень быстро сделали детские загранпаспорта сделали буквально за две недели вы представляете нет ну может быть не короче за 22 с половиной недели очень быстро вот все мчу туда и покажу вам уже как они выглядят так девчонки ну что все я забрала наши загранпаспорта вот они красавцы 2 3 все на самом деле я в полном восторге от того как у нас работают в этом миграционном ну короче поняли где это все делается то есть я дома сидя онлайн через госуслуги все подала и через две недели мне уже выдали детские загранпаспорта но мой готовил топом до месяца готовится мой по моему за три или четыре недели сделали просто не забирала и вот когда из когда я подавалась вот загранпаспорт был просто полная полный хаос короче был туда два окошка работала и все в кучу и тут же миграционный учет очень много так скажем приезжих других стран и все это в кучу все орут кричат и когда вот я уже две недели назад приезжала подавала документы подвозила до оригиналы уже все сделали по-другому открыли 8 окошек все короче по расписанию очень здорово в общем наладили вот этот весь процесс какая схема я через госуслуги подала заявление в общем через две недели мне пришло на почту письмо о том что мне нужно в такое-то время явиться с оригиналами документов я приезжаю я наверное в очереди простоял полчаса это от силы полчаса реально да я подала документы и на следующий день загранпаспорт уже был готов я вот приехала через несколько дней и простояв пять минут в очереди получила загранпаспорта очень быстро все сделали никаких проблем все наладили ну по крайней мере вот в этом в красносельском районе санкт-петербурга все работает четко так что хвалю 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 молодцы еще кстати у меня к вам вопрос очень серьезный такой я просто не в курсе только вчера об этом подумала нужно ли разрешение второго родителя на выезд за границу очень многие меня спрашивали когда я ездила в абхазию но в абхазии там в этом плане ли мы все просто и легко там не никто ничего не спрашивал никакое согласие я знаю что в некоторых странах требуют согласие от второго родителя в некоторых странах не требуют мне вот интересно в турцию нужно будет согласие второго так скажем родителя потому что сами понимаете с этим не большая проблема вот я надеюсь что все-таки в те страны в которые я хочу поехать согласие не требуется иначе это будет большая проблема все еду сейчас домой пол 11 я еще даже не завтракала сейчас поеду короче покушаем домой и потом уже девчонок забираю со школы и мы едем настю показывать к врачу к окулисту у нее жалобы на зрение она говорит мама меня сажает там на третью парту на четвертую я ничего не вижу я прошусь на первую без справки меня на первую парту не сажают в общем я ее решил записать к окулисту в клинику от платный прием сегодня и потом мы едем к маме она мне будет красиво или за гранпаспорта вот многие думают ой зачем нужен за гранпаспорт зачем нужен за гранпаспорт а потом когда он вдруг резко потребовался понадобился его нету сделайте обязательно девчонки мой совет сделайте пусть лучше лежит это госпошлину платья надо мне за 700 рублей или сколько там стоит все сделали пусть лежит и хлеба не просит потому что мало ли в какой-то момент у вас появится возможность финансовые желания и а у вас нет за гранпаспорта поэтому делать так вышли мы в клинике короче поставили и зрение минус 1 кой в общем видит отвратительно чуть не убилась минус 1 прописали капли и она говорит есть шанс еще не переходить на очки ну что такое она сказала но пока вот она выписала типа очки дома на себя для близкого для для чтения да вот она выписала рецепт на очки дальнозоркости дальнозоркость близорукость у меня близорукость короче у насти вот пока короче нас проверяли мы с катей тоже проверили свое зрение у катей вроде все хорошо у меня тоже вот насти конечно ограничение в телефоне в интернете готова в очках ходить ничего блин ладно мы короче поехали к маме вот такие дела грустные грустяшки попкорн покажи шоколадом так мама включай плиту сейчас мы будем готовить так надо масло на разогретую сковородку да можно высыпать шоколад ой господи и попкорн и закрыть крышкой короче облом это же попкорн уже готов к их и маслом на лигу же мы реально думали а мы короче думали что этот попкорн надо его готовить он уже готов представляете всем привет смотрите какая у меня заставка на ноутбуке она мне очень понравилась я ее оставила на самом деле сейчас уже полтора и я что-то знаете заболталась дела какие-то домашние начала делать и не успела позавтракать ноги меня спрашивают марина как ты похудела расскажи про свое питание я знаю что многим мне нравится а многим нравится я не могу угодить всем да и не могу также игнорировать часть людей которые все-таки хотят увидеть мое питание поэтому сегодня в течение дня я вам буду снимать что я кушаю это примерно это примерный мой рацион вот ничего такого интересного но все же покажу для любопытных кстати стал на весы вешаю 54 и 2 то есть я скинула еще пол килограмма хоть я и последнее время что знаете и пиццу вот девчонкам заказывала кушала но тем не менее все равно контролирую то что я кушаю самое главное это контроль те кто мне пишет марина ты вот от стресса еще нет девочки тут самое главное не жрать то есть реально вот я готовлю блинчики девочкам я их не ем то есть сейчас я приготовлю свой классический завтрак покажу его буквально а потом буду показывать вам обед ужин так что кому интересно то смотрите ну прям сильно много я заострять внимание не буду на это потому что я знаю что многим не интересно это авокадо сливочный сыр это я сейчас все перемешаю добавлю перчик соль яичница и кофе с какой-нибудь вкусняшкой это либо конфеты либо срок жду кстати курьер он должен мне продукты привезти вот такой вот у меня завтрак на самом деле убила я сегодня яйца я всегда готовлю с жидким центром но просто я отвлеклась и упустила момент же я начала пить омегу-3 два раза в день и ферритин потому что чувствую что не хватает мне его прямо даже кровь надо сдавать чувствую по своему состоянию потому что питание все таки но ну не могу сказать что у меня в рационе очень много мяса говядины вообще нет как-то вот знаете поэтому нужно дополнительно пить какие-то витамины я прописываю сама себе я просто еда сейчас буду себе кофе делать вот заказала капсулы у меня кончились и какую-нибудь вкусняшку на самом деле у нас такая проблема к сожалению в школе очень многие стали жаловаться на про на плохое питание именно у младших классов насти вроде пока довольна очень плохо кормят болят животы и я отдаю знаете 4500 в месяц на питание а кати практически ничего не ест подошла к учительству спросила можно ли что-то ребенку с собой давать она говорит да в ланчбоксе может в ланчбокс можете класть там какие-то бутербродики да ну потому что действительно я говорю какой смысл мне платить такие большие деньги если ребенок все равно не ест вот поэтому это огромная проблема напишите как ваших школах кормят но настя ведь она выбирает из меню сама и ей нравится а деткам вот что дают то и дают и это и мне нравится прям в чате очень многие жаловались на то что у детей болят болят животы какие-то котлеты сырые ну катя подтвердила сказал да невкусно невкусная много закупила всяких таких вот печенюшек это для перекуса да помимо того что я еще буду дополнительно не давать какие-то там возможно пюрешки бутербродики с собой и наверное откажемся от обедов потому что но очень дорого очень дорого и к сожалению суп с собой и не нальешь будет полноценно питаться дома обед а там просто будет какой-то перекус вот чтобы до дома дотянуло так скажем что были силы и поэтому покупаю всякие такие печеньки живот купила творог хочу сделать запеканку творожную также завтра и положить с собой в школу принципе это не успеет особо испортиться да там за несколько часов все нормально будет вот такая вот закупка продуктов я нормально души заказала у меня кончилось все начиная от мюсли фрукты закончились вот настюшка заказала апельсины вот груши всякие оптимельки йогурты купила себе мои любимые конфетки степ очень мне нравится печеньки тоже буду давать кати в школу что-нибудь вкусненькое для того чтобы мозг работал лимончики огурчики рис ну такой знаете все кстати я заметила что нету какао нэсквик какао короче пропал его что сняли с продажи либо я просто не замечаю и вот купила такой смотрите красный октябрь какао порошок я не знаю по отцам вроде пишет вкусный но вот никогда не пробовала мы как-то привыкли к нэсквик как-то так еще купила мяту сушеную хочется добавлять в чай в школе что тебе давали ты ела что-нибудь в школе на обед или опять не вкусно было не вкусно что давали нам давали там куда странную фигню я не особо как сильно а на завтрак мы кушали вкусная ничего не вкусная настюш у тебя другое меню ты понимаешь а у них у них другое меню и питание плохое все дети жалуются но видишь что-то видимо изменилось очень плохое питание в школе я не буду больше тебе за обеда тебе давать ты не все равно ничего не ешь в общем бедные дети хотя директор убеждал что ой все я тоже хожу все учителя кушают но вот как-то ну у вас там шашлычки всякие вот вы покупаете да а у них каши и всякая ерунда которую они не кушают тесте завтра ничего к нам в школу ну и сегодня они покушают я просто беру сосиску разрезаю туда кладу кладу сыр вот и вот так вот закручиваю тесто у меня кстати остается тесто я наверно приготовлю есть творог такие типа ля ватрушки это мой рецепт очень давно уже мои подписчики кто со мной тот знает что я очень люблю сосиски в тесте делать давно кстати не делала тут вспомнила ой этот остался чуть-чуть вот вот так вот заворачиваю сейчас еще яйцом смажу и сверху кунжутом и в духовочку в общем наша красота готова 25 минут и вуаля такие красавчики нас получились одна почему-то сосиска очень подозрительно эротично вылезла выглядит максимально смешно ну ладно это 18 плюс прям также я в духовку поставил курочку я буду есть я с гречкой и для тех кому интересно что у нас будет на обед еще салатик с огурчиком и помидорчиком то есть греча курица вот эта красота и салатик у меня будет мухомор мухомор да раскрашивай у вас хорошо у меня уже такой ну у тебя очень кружечку где-то не до конца прокрашиваю мухоморчик розовый мухомор не красные девчонки привет продолжаю влог в кармане только что нашла маску ностальгию помните времена как будто бы этого уже не было реально как будто миллион лет прошло маска кстати очень хорошем состоянии видать я новенькую положила у нас как раз вчера новости вышли что типа в питере отменили все ограничения я такая думаю а что у нас были какие-то ограничения у нас сегодня плюс 5 дождь отвратительная погода в общем-то как обычно и я еду менять колеса на машину скоро мне кажется будет снег я решила сделать это сейчас они через две недели когда все поедут это делать вот в питере погода так себе о господи знаете да мою систему как я вообще делаю все это два раза в год я приезжаю на сервис на мой где я в принципе послуживаю машину и они там хранят колеса за определенную сумму да то есть ты сдаешь на полгода колеса приезжаешь туда они тебе меняют сами там все делают тебе не надо таскать и колеса эти это очень удобно конечно это стоит денег но на самом деле это не такие большие деньги у них это хранится все я вот сейчас приеду отдам машину они мне сразу там колеса в общем поменяют и мои летние оставят у себя опять же на хранение на полгода вот еще я хочу мастера спросить вообще когда мне менять масло но я ему дам мою сервисную книжку потому что я делала полный техосмотр год назад ровно год назад я делала как раз полностью все вот но я думаю что пора мне масло меня честно я уже не помню как мне там рассказывали как это все делать и я думаю что лучше я узнаю на всякий случай я лучше заплачу деньги вот такие дела вот все вы говорите марина такие скучные влоги стали да девочки вы знаете вот жизнь она вот такая я снимаю свою жизнь без прекрас как она есть заботы хлопоты 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 девять утра еще не проснулась и поэтому конечно это не те там даже летние влоги где я куда-то отдыхать езжу или просто какая-то движуха происходит какие-то события не знаю осень это депрессивное время для меня это самый худший период для моего контента я и так девочки стараюсь как-то что-то разнообразить влог да и ну не могу я всем угодить уж извините как есть что имею то я снимаю жизнь не всегда веселая очень много дел проблемы я приехала домой на самом деле это конечно очень странно и удивительно мне просто видите мне плохо меня укачало я ехала на такси всего 15 минут когда я еду за рулем все нормально но стоит мне сесть в такси все у меня сразу укачивает как-то получается девчонки что-то вкусненького купила себе короче кусок какого-то тортика говорится скучный контент пожалуйста получайте ну так уж получается что ничего такого прям интересного я не могу вам рассказать все новости все новости я и так вам сообщаю а я еще открыла свою сервисную книжку и поняла что мне нужно скорее всего менять масло я вот как раз проконсультировалась с мастером он сказал по километрам ну посмотрел я у них просто ровно год назад делала большое т.о. и вот он посмотрел сказал что да нужно уже масло дело менять по моему каждые 7000 масло меняют я знаете я во все вот эти машины хрени не вникаю потому что у меня в одно ухо влетело во второе вылетело для меня вот машина масла свечи для меня это все темный лес и он начал там говорить что через 4000 надо будет уже там вот эти свечи менять типа можно и сегодня сразу все поменять чтобы потом не мотаться и я говорю давайте вы мне сейчас он говорит можно посмотреть вообще состояние сейчас мы поднимем все и позвоним скажем можно ли потерпеть либо все-таки лучше поменять я брюл окей хорошо позвоните мне а я боюсь что выйдет нормально такая сумма мурлык замурлык что позвонил мне мастер и честно сказать я я просто я уже целый час не могу прийти в себя от той информации которую он мне сказал и я такая что боже успокоюсь немножко потому что у меня нервы так не к черту еще вот это я прям очень сильно расстроилась и не ожидала что будет короче говоря рассказываю вкратце если вам это конечно интересно у меня просто по километрам пришло время менять масло да ну я им сказал продиагностируйте там все вообще сразу чтобы я понимала там что менять нужно пробег машины 56000 это почти 60000 и просто я как бы в этом не особо сильно так мягко сказать и я в шоке у тебя так корм будет всегда девчонки у меня просто перечислилось столько всего я все что я запомнила это там какие-то свечи у меня тормозные колодки почти все стерлись у меня это рулевая короче какая-то херня тоже там надо перебирать если не перебирать то она может там уже через несколько месяцев она может сломаться это полностью надо будет ее менять пока есть возможность нужно ее перебрать что-то такое он сказал потом еще что-то он сказал какие-то фильтра естественно масла я просто знаете он это знаете все медленно мне разжевывает рассказывать что нужно делать я я сразу поняла что сумма в конце будет просто такая что я упаду в оморок и вообще знаете какую сумму сказал 90000 просто блять сижу просто в шоке я такая знаете приехала шины поменять и масло и все как бы я у него естественно спросила что в первую очередь вот прям вот что вот прям горит нужно поменять и да он говорит ну можно вот эту часть работы сделать сейчас остальную допустим часть работы перенести там ну на следующий месяц да то есть через месяц ну я подумал что 90000 конечно это это вообще я как бы нисколько не рассчитывала давать 90000 сейчас за машину хоть и понимаю что он говорит ну тормозные там колодки не менялись никогда вот это 60000 пробег машины пять лет конечно нужно уже это делать то делать это делать и дай мне сил боже ки мне мешок на голову с бабками да я думаю многие из вас напишут марина в сервисах разводят все такое тут к сожалению мне никак не про я в этом не разбираюсь мне некому помочь мне нет человека который разбирается в машинах да который также по знакомству поднимет пойдет ее посмотрит у меня нету таких знакомых и это я привезла не в какую-то шарашкину контору а они ребята они непосредственно занимаются с этими машинами рейсами максимально стараюсь держаться на позитиве все будет хорошо домой отремонтировала машину я очень хочу выходные чтобы расслабиться честно я не могу у меня стресс на самом деле расскажу вам так по секрету я уже месяц вообще ничего в рот не бросила пить девочки даже бокал вина вот в месяц я была в завязке но мне кажется что нужно развязаться все короче забрала я машину отдала 55000 я дала согласия отремонтировать это что прям он горит да без этого жить нельзя короче колодки я поменяю потом и масло там через месяц там короче немножко разделила на три части ремонт вот все таки 55 тысяч это не 90 тысяч все будет хорошо позитив вот очень жду выходных завтра я собираюсь ехать кое-куда в гости и обязательно вам поснимаю давно я не была у ребят еду я к брату к кате мне надо кстати в гости приезжали многие спрашивают куда пропали с ребятами все хорошо просто живем очень далеко друг от друга все работают и сами понимаете это не деревня какая-то где две дороги три перекрестка да это большой пятимиллионный город и порой доехать просто в гости нужно два часа потратить в одну сторону два часа другую чем не объяснять вы так все понимаете поэтому обязательно смотрите следующий влог я поснимаю у них там они ремонтик сделали я думаю будет очень интересно и весело самое главное с вами отвлечемся наконец-то развеемся я бахну балкал вина и все будет хорошо все будет прекрасно всем хорошего настроения все будет хорошо всех мирного неба над головой всем пока